Я всех приветствую дорогие зрители, с вами я Макс и это обзор iOS 10 Apple TV. Ну что ж, хотелось бы начать с того, что хотел бы сказать спасибо Apple за то, что они выпустили наконец-то третью бету, причем выпустили ее не просто так, а еще ведь у меня сегодня день рождения, ребята, вообще я счастлив. И Apple, конечно, тут подсобила наконец-то новая бета, спасибо ей. Ну еще вышла 9.3.3, но это нам ни о чем не говорит с вами, ребят. Ну что ж, давайте посмотрим, что нового на iPhone 5s конкретно в новой бета-версии. А нового здесь, ну, скажем так, ну, туда-сюда. Первое, конечно, что бросается после обновления со второй беты, это анимация папок. Она стала реально поплавнее на рот. Это прямо ощущается. Все очень довольно-таки плавно и быстро. Далее. У меня на второй бете, или даже на третьей бете, видимо, рано я радоваться начал. Так вот, суть была в том, что на второй бете у меня виджеты не работали, но вот я готов поклясться, что они буквально там минут 10 назад функционировали. Сейчас что-то им плохо, видимо, стало как-то. Ну, не знаю. Как-то все совсем печально. В общем, я хотел вам рассказать о том, что починили виджеты, но, видимо, не починили виджеты все-таки. Хотя они у меня работали нормально, и сейчас теперь уже не работают. Ну и да, раз мы сразу перешли к виджетам, вместо кнопки «показать больше» и «показать меньше», теперь просто есть «больше» и «меньше». Но виджеты вообще что-то не реагируют. Так он у меня сворачивался. Хотя вот какие-то виджеты работают, какие-то нет. Это, к сожалению, пока что мне непонятно. Больше-меньше, больше-меньше. Ясно. Спасибо, Apple. Дальше появилось нововведение. Такое интересное. Обратите внимание на значок календаря. Обычно там всегда было число, ну и день недели. То есть там ВТ, ЧТ, там еще что-то. Теперь пишется полностью, как на английском языке, день недели. Отмечу, что это я уже давно... Ну как давно... Это я освещал в обзоре iOS 10, Beta 1 на iPhone... Ой, на iPhone, извиняюсь. На iPad 4-го поколения. На iPad теперь пишет тоже там вторник, среду, четверг. Ну и так далее, любой день недели. На iPhone X 3, Beta тоже это начали делать. Я надеюсь, это не уберут они к релизу, потому что реально смотрится классно. Далее, что у нас нового? Control Center стал поплавнее выезжать. Честно, это тоже ощущается. С каждой новой бетой он все плавнее и плавнее, если честно. Но изменился слегка шрифт. Он стал, мне кажется, слегка такой более жирный, но не могу сказать прям разницы. Ну, мне больше почему-то нравился предыдущий, хотя, может, я просто к нему уже привык. Ну, это особое, скажем так, не наивидение. Далее, в настройках. Теперь, если мы зайдем в Siri. Мы зайдем в Siri сегодня? Да, зайдем. Есть появилась поддержка ПО. Здесь будут все программы, которые будут получать доступ к Siri. Но это только когда уже выйдет прошивка и появятся эти программы в App Store. Так, этот пункт пока что, ну так, просто декоративный в большей степени. Больше здесь таких нововведений важных нету. В новой прошивке, ребят, да, обзор получился какой-то слишком короткий. Есть еще одно нововведение. Я вам сейчас напоследок оставлю, покажу. Но здесь в большей степени вот эта бета именно про плавность работы. Серьезно, к третьей бете я рекомендую обновляться. Серьезно, народ, все очень быстро, плавно. Единственное, что я заметил, что бац, патулат что-то дергается. Ну, ты видишь тоже, да? Долго ты его не вызываешь на третьей бете, и он потом как-то вызвал, и он дергается. На второй бете такого у меня, допустим, не было. Не знаю, с чем это связано. Честно, вообще дергается сильно, спутват. Как, кстати, на iPhone 5s, так и на iPad. На второй бете намного лучше он работал. Но не знаю, с чем это связано. Виджеты я хотел сказать, что вам починили. Но вот какие-то виджеты работают, какие-то нет. Нет, возможно, что-то глюкануло, не знаю. Но у меня через раз. Ну как, на второй бете они у меня вообще не работали. Здесь работали, но теперь тоже не работают. Ну, какие-то работают, какие-то нет. Непонятно, к сожалению, с этой стороны. А так вся система стала намного быстрее. Да, кстати, пока не забыл насчет багов в Safari. Думаю, все помнят, кто сидел на второй бете, что глючили сами вкладки. Они были не вот такие, как сейчас, а просто такой серый, не серый, а черный фон просто. Такая тень, а не вкладка. Они это исправили. Теперь нормальное отображение вкладок. Все отлично. Хочу отметить, что приложение фото они начали фиксить очень так сильно. Реально, оно намного... С каждой новой бетой оно все лучше и лучше. Серьезно, здесь вообще никаких вопросов у меня нет. И далее, допустим, камеру запустим. Она очень быстро тоже запускается. Это меня тоже радует. Вполне себе очень быстро. Правда, вот когда они из девятки исправят косяк медленно. Ну это что такое Apple? Ну серьезно. На iOS 8 все у вас было красиво. Здесь у вас какая-то параша. Мне, допустим, это и не нравится, такой подход от Apple. Ну и больше здесь ничего интересного такого нет. Хотя бы, по крайней мере, на хомскрин. Давайте перейдем на локскрин. Посмотрим, что там у нас есть. Ну вот перешли мы к локскрину. Что тут нового? Теперь, когда мы захотим разблокировать... Так, нет, еще раз, народ. Так. Прикладываю я просто палец. Разблокировано. Раньше была надпись без пароля, что ли, или без блок... Да, без блокировки была надпись. Теперь просто разблокировано. На мой взгляд, более красиво смотрится и элегантно, чем было. Виджеты не работают, к сожалению. Камера, ну, осталась практически... Стала чуть-чуть поплавнее. По-моему, практически тот же самый уровень. Больше здесь ничего нету интересного. Да, кстати, новый звук блокировки, и оцените его. Ну, мне, допустим, он не очень нравится. Старый был лучше, по крайней мере. А вообще, мне нравится больше звук блокировки, который был еще на iOS 6. Ну, какой-то, знаете, как будто у меня iPhone глюканул. И, я не знаю, что-то он глючит, как будто, знаете, такой звук. Да, и хотелось бы сразу отметить, что изменился звук печатания. Вернули его с первой беты. Ребят, мне очень было грустно, когда вырезали вот этот новый звук во второй бете. Мне он больше нравился. Давайте его тоже послушаем. Ну, думаю, кто первой бетой тоже пользовался, тот оценил. Мне понравилось, что они его вернули. Так и надо. Больше здесь такого интересного, нового ничего нет. Это хоть и третья бета. К вопросу обновления. Ребят, обновляться я рекомендую всем, по крайней мере, на A7 и выше. Про A6 я расскажу в отдельном видео. Скорее всего, все-таки на четвертый iPad, поскольку я на вторую бета ничего не снимал, на третью я обязательно сниму, ребят. Ой, извините, камеру посчитал, точнее стол. Ну, неважно. В общем, ребят, ждите новых видео, обязательно скоро будут. Ну, и на этом все. Обновляться я рекомендую абсолютно всем. В принципе, реально, это уже более-менее стабильная сборка. У меня, по крайней мере, ну, вот этот баг с виджетами мне все испортил. Я куда-то попал не туда. Ну, я думаю, после перезагрузки может что-то решиться. Ну, а на этом все. Больше мне нечего сказать, ребят. Такой небольшой обзор получился. Нововведений немного. Но тут, в основном, знаете, вот уже, когда вы обновляетесь со второй беты на третью, чувствуется, что они поработали не над новыми плюшками, а над стабильностью именно. Ну, флаком в руки, ребят. Чушь. На этом точно у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем удачи. Всем пока. Не так быстро, народ, забыл сразу сказать такой косяк. Я читал, знаете, что во второй бете это еще исправили, но... Медиатек А. Медиатек А. Apple, ну, серьезно? Ну, можно же... Это что, прям такой баг? Не, я понимаю, что это не фатальный баг, но... Блин, ну, серьезно. Я в приложение музыка столько раз в день захожу, и вот... Медиатек А. А, ну, что это такое? В остальных вкладках все нормально, но тут и не должно быть... Если я еще нажму изменить, это вообще медиатека. Блин, Apple, ну, вы серьезно? Да, и появился... Точнее, он был, но его переименовали в пункт... Был раньше пункт загрузки, то есть это музыка, которая у вас в кэше. Ну, кто пользуется Apple Music, тот понимает. Ну, или купленная, которая музыка у вас. Теперь это загруженная музыка. В принципе, вполне себе неплохо. Как видите, тут еще и пояснение. Только музыка сохранена на этом iPhone. Ну, теперь точно все, ребят. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Камень в огород переводчиков Apple, которые локализуют именно на русский язык. Серьезно, ну, ребят, ну, что это такое? Особенно с камерой меня это бесит уже, реально. Пора это исправлять. Надеюсь... Хотя, какую там кризису поправят? Это же Apple. Народ, еще раз всех приветствую. Небольшое, опять же, включение. Не мог я просто не проверить, как с виджетами обстоят дела. Вот я перезагрузил iPhone. Ну, виджеты заработали. Ну, слава богу. А так, честно, на второй бете у меня вообще виджеты даже после перезагрузки не работали. Просто было, как вы видели, пластой такое окошечко было. Точнее, окна. Все виджеты не работали, кроме сторонних. Сторонних, ну, там, через одно место работали хоть как-то. Сейчас работают, ну, вот, как я и говорил, меньше, больше. Теперь у нас это выдвигается дополнительная информация в случае погоды, как видите. Дождя сегодня не будет. Спасибо, погода. Ну, и так же и здесь. Хотя, мне кажется, тут тоже надо насчет локализации как-то это все не очень вырезать. Ну, на этом точно все. Спасибо, что смотрели, ребят. Пишите в комментариях, будете ли вы обновляться на новую версию. iOS 10, бета 3 хотя бы. Или будете все-таки оставаться на 9.3.3. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока. Пойду-ка я лучше празднуют свой день рождения. Спасибо. Спасибо.